Пейзаж Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт. А кто-то там кричит бутерброд. Сказали, все завтракали. Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас, или принц в плаще старинном, или в робе верхолаз, летчик или балерина, или Голька, твой сосед, обязательно картина называется... Портрет! Портрет. А давайте споем о городе, который вы все хорошо знаете, и из которого я приехал сюда. Внимание! Если видишь на картине небоскребы и трава, это город наш, столица, называется... Правильно. А сейчас спою про город, ни за что не догадаетесь. Если видишь город-сказку, где как птица ты паришь, это город, он во Франции, называется... Париж! Париж! Ну все знаете. А вот песня из мультфильма, которая называется «Закрывать и открывать глаза». Ладошки приготовили и... Вот я вижу, куст растет в саду, воробьи играют в чехарду. Вижу пса смешного своего, а теперь не вижу ничего. Вот я вижу, пыль стоит столбом, грузовик промчался за углом. Вижу, как шофер ведет его, и опять не видим ничего. Вот мы видим желтый мотылек, раскачал зеленый стебелек. Видим мы, как шмель летел в окно, и опять, опять вокруг меня темно. Снова видим, выпивают кресла, види приближается гроза. Да чего же это интересно? Закрывать и открывать глаза. Закрывать и открывать глаза. Закрывать и открывать глаза. Помните, как в мультфильме руки делают? Глаза. Давайте споем вместе, как трубачи. А сейчас песня из моего любимого мультфильма, к которому я написал музыку по пьесе Эдуарда Николаевича Успенского. Мультфильм этот называется «Про Веру и Анфису». У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка, она иностранка, она интуристка. Она обезьянка по кличке Анфиска. Теперь я пою, повторяйте за мной. Анфиска, Анфиска. Анфиска. Вместе. Анфиска. 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 Её папа рад и её мама рады, очень рады вторую сестрёнку рожать им. Тут с Эдуардом Николаевичем Успенским никто не согласился, даже актёр Олег Басилашвили. Надо, ребята, да? Пусть детей больше будет. Смотрите, у нас балкон пустой. Пусть есть иностранка, пусть есть интуристка, пусть есть обезьянка по кличке Анфиска. 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 А сейчас одни мальчики, а девочки молчат, будут петь. А потом наоборот. Так, внимание. Анфиска. А теперь одни девочки. Анфиска. Вместе. Анфиска. Следующая песня называется «Мистер Жук», и мне этот «Мистер Жук» очень нравится, потому что он всё делает сам, а мне кажется, что это очень важно для жизни. Я бы хотел из ребят выбрать «Мистера Жука». Вот мальчик мне понравился. Я сейчас тебе дам свою музыкальную шляпу. Ты слушай внимательно слова песни и музыку, и постарайся всё это в танце выразить. Итак, песня «Мистер Жук» солирует Антон. Был когда-то я знаком с рыжим мистером Жуком. Познакомились мы так, мистер Жук – большой чудак. Прямо честно и открыто вечером упал корыто. Мистер Жук – большой чудак. Я спросил его, куда вы? Вот так милые забавы. Вы, наверное, хотите пароходом встать в корыте? Жук сказал, идя ко дну, Отвяжитесь, я тону. Отвяжитесь, я тону. Тут при помощи сука Мне пришлось достать жука. Выпал сон, ворча сердито. Кто просил ослезть корыто? Плыл я курсом в Вес-Вес-Норд. Обожаю водный спорт. Обожаю водный спорт. Поможем мистеру Жуку! Давай, мистер Жук, больше жизни! Я сказал бы вам спасибо, Но простите, слишком горд. В детских лет признаюсь вам, Все примыть я делать сам. Все сам! Ползать сам и сам кусаться, Сам тонуть и сам спасаться. Все привык я делать сам. Все сам делает мистер Жук. Внимание, ладошки и... И сам кусаться, сам тонуть и сам сам. Все привык я делать сам, сам, сам. Только сам. Здорово! Давайте похлопаем нашим ребятам. Молодцы! Садитесь на свои места. Замечательно. Но сейчас что-нибудь спокойное. Я хочу спеть песню Из художественного фильма «Сказки старого волшебника», Которым я написал музыку. Этот фильм сделан по сказкам Шарля Перро. Жила-была однажды принцесса, И вдруг она укололась чем? Ветерином. Веретином. И уснула на целых сколько лет? На целых сто лет. А потом появился сказочный кто? Принц. Он подошел к принцессе и что? Поцеловал ее. И принцесса после этого что? Проснулась. И у них с принцем началось что? Свадьба. Свадьба потом была, ребята. До свадьбы что самое главное должно быть? Бал кто-то кричит. Платье. Самое главное. Ну-ка давайте спросим бабушку. Вот она впереди сидит. Что до свадьбы самое главное должно быть? Любовь. Правильно. Я бы хотел из вас выбрать спящую принцессу сейчас. Мне нужна девочка, которая пришла в платье, похожем на старинное. Потому что ведь в брюках, джинсах принцессы не ходили. Есть такая девочка, чтобы платье было, похожее на старинное. Смотрите, какая принцесса идет к нам. А вот если бы принц с цветами пришел, такой мальчик. Есть такой принц у нас? Ну просто я, я честно говорю, не ожидал. Это я просто так сказал. Вот это да. Так, как тебя зовут принц? Вадим. А принцессу? Юля? Юля, у тебя сложная роль сейчас будет. Ты должна глаза закрыть и представлять, что ты спящая принцесса. Вадим, возьми принцессу за руку и смотри вдаль, как бы опасность не появилась какая. А мы давайте поможем нашим ребятам вспомним припев песни «Бродячего Минестреля», стихи которой написал замечательный поэт Александр Тимофеевский. Принцесса спит сто лет, сто лет, а храбреца все нет и нет. И если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. Помните? Давайте споем. И если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. Итак, начинаем сказку. Тремучим бором, темной чащею, старинный замок окружен. Там принцесса ждет, принцесса спящая, погружена в покой и сон. Поем. Принцесса спит сто лет, сто лет, а храбреца все нет и нет. И если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. Наступит день за ночью луною, и солнце луч блеснет в окне. Но крепко спит, принцесса юная, и улыбается во сне. Улыбайся, Юля, улыбайся. Поем. Принцесса спит сто лет, сто лет, а храбреца все нет. И громче, и... Принцесса... Принцесса... И если... Принцесса... Принцесса спит сто лет, сто лет, а храбреца все нет и нет. И если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. И если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. Ребята, я хочу вас сейчас пригласить в одно очень интересное путешествие. Какое, как вы думаете? Морское! Эту фуражку, ребята, эти усы носит самый честный в мире капитан. Как его зовут? Капитан... Рунгель. Рунгель. Правильно. Чтобы отправиться в путешествие, нам нужен корабль, да? Мне кажется, он есть у нас. Смотрите, на сцене стоит, какой корабль, какой парус у него. Называется как такой корабль? Рояль. Если уметь играть на рояле, то можно в самые необыкновенные путешествия попасть. Потому что музыка это такой океан, который вообще ни с каким не сравнится. Ни с тихим, ни с атлантическим и даже ни с воздушным. Но мне бы, конечно, нужна команда храбрых ребят. Я бы хотел, прежде всего, из вас, капитана Врунгеля, выбрать. Но мне нужен мальчик или девочка, которые пришли в чем-нибудь полосатеньком. Вот я вижу девочку полосатенькая. И ну-ка иди сюда. Будешь капитаном Врунгелем. Можно Фукса тоже выбрать. Вот какие полосатенькие. Так, кто же у нас будет капитаном Врунгелем? Интересно. Надо самого полосатенького выбрать. Так. Ну давай ты будешь. А усы нет, усы я не отдам. Усы не отдам, ребята. Должно же себе что-то остаться. Итак, морская команда есть, капитан есть, корабль есть у нас. Чего же не хватает? Не хватает морских волн, по-моему. Знаете, как их сделать? Нужно положить руки на плечи друг к другу. Кладите. Кладите руки на плечи друг к другу. Все, все, все. И в зале все кладите. И будем качаться из стороны в сторону. Такие волны получатся. Ну-ка быстренько все положили руки друг на другу на плечи. Друг другу на плечи кладите. Ну-ка, ребят, покачаемся. Ух ты, здорово как. Итак, отправляемся в плавание вместе с капитаном Врунгелем. Девушка, обними его, он повыше. Бедная согнулась. Обними лучше мальчика. Отправляемся в морское путешествие. Вместе с морской командой и капитаном Врунгелем. Поплыли. Один моряк, покинув порт, На лодке в море вышел. У лодки был высокий борт, Но волны были выше. Его швырял девятый вал, Как щепку под небес. Но мореход не унывал Во всю горлане песню. Пускай бросает нас вода, То вверх, то оп, и вниз. Споем вместе, когда со всех сторон беда. Спасай, спасай, топ, дивизм. Еще раз, пускай бросает нас вода, То вверх, то вверх, то оп, и вниз. Когда, когда со всех, когда со всех сторон беда. Спасай, спасай, топ, дивизм. Другой на месте моряка Катну пошел вскоре. Ведь как на грех без черпака Отправился он в море. Но там охотничий был И не терялся сроду. Он дырку в лодке прорубил И выпустил всю воду. Поем припев, внимание. Пускай бросает нас вода, То вверх, то оп, и вниз. Когда со всех сторон беда. Спасай, топ, дивизм. Пускай бросает нас вода, То вверх, то оп, и вниз. Когда со всех, когда со всех сторон беда. Спасай, топ, дивизм. Руки над головой! Пускай бросает нас вода, То вверх, то оп, и вниз. Пускай бросает нас вода, То вверх, то оп, и вниз. Когда со всех, когда со всех сторон беда. Спасай, топ, дивизм. Пускай бросает нас вода, То вверх, то оп, и вниз. Пускай бросает нас вода, То вверх, то оп, и вниз. Когда со всех, когда со всех сторон беда. Спасай, топ, дивизм. Спасай, топ, дивизм. Пускай бросает нас вода, Фу, молодцы. Вот это плавание у нас было. Похлопаем морской команде И капитану Врунгелю. Молодцы. Молодцы, ребята. Садитесь на свои места. Прекрасно справились со своей задачей. Подошки. Песня на стихи Эдуарда Успенского По мотивам басни Ивана Андреевича Крылова Называется, а может быть, ворона Из мультфильма Пластилиновая ворона Нам помнится вороне Ух, как здорово каркаете А может быть, собаки Лаете вообще замечательно А может быть, корови Ну, прямо будущие фермеры в зале сидят Здорово, однажды повезло Прислал ей кто-то сыро Грамм думается Двести Двести А может быть и Триста А может Полкило Полкило Для фермера мало Давайте килограмм На ель она взлетела А может Не взлетела А может быть На пальму С разбега И там она позавтракать А может А может и поужинать Спокойно собралась Послушайте ворона Дружнее А может быть Собака Здорово А может Бегемот Я не знаю Как бегемот поет В фермерском хозяйстве Встречать не приходилось А дальше Что тут лиса бежала А может не бежала А может это страус злой А может и не злой А может это дворник был Он шел по сельской местности Ближайшему орешнику За новою метлой Послушайте ворона А может быть собака А может быть корова Но тоже хороша У вас такие перья Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой У вас рога такие Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Копыты очень стройные Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Добрая душа А если вы споете А может быть залаете А может замычите Корову ведь мычат То вам седло большое Ковер и телевизор В подарок сразу вручат А может быть не вручат Сказал мне мальчик в нашей школе И глупая ворона А может быть собака А может быть Бегемот Так что-то запоет А может быть, собаки А может быть, коровы Конечно же, упал И прямо на лиситу Чего вы кидаете? А может, и на страуса А может, и на дворника Немедленно попал Финал песни очень нравится взрослым дядям-инженерам по технике безопасности Внимание, ладошки приготовили И... Ну а где же выдержка, ребята? Мы же уже научились этому Внимание, ладошки приготовили Идею этой сказки А может, и не сказки Поймет не только взрослый Но даже кто? Карапуз Не стойте и не прыгайте Не пойте, не пляшите Там, где идет строительство Или подвешен груз Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, А где идёт строительство или подвешен груз? Город старый в новый строится, Всё на свете улыбается, Мир игры для всех откроется, Игра и город просыпается, Всё вокруг в звенящих жалостях И блестит дугою радугой. Улыбайтесь даже малостям, Огонькам цветным под радугой, Ведь игра не ведает границ, Как стаи перелётных птиц, Как солнце свет, как детский смех, Как счастье, дружба и успех. Кадошки над головой. Здорово! Вот это дискотека у нас. В городе всё так устроено, Чудеса здесь не кончаются, Тут реальность перекроена, И никто не удивляется. Город старый в новый строится, Всё на свете улыбается, Мир игры для всех откроется, И край город открывается, Ведь игра не ведает границ, Как стаи перелётных птиц, Как солнце свет, как детский смех, Как счастье, дружба и успех. Кадошки! Здорово! Детский скотека! Детский скотека! Детский скотека! Детский скотека! Она уже переводится.